Друзья, всем здравствуйте! Я Сергей, канал Домовенок. Сегодня хочу рассказать о своем подъемном механизме пильного диска в циркулярном станке. Сделал я уже его больше месяца назад, процесс изготовления снимать не стал, там в основном работа электросварки, болгарки. Основной элемент механизма это вот такой винт с гайкой. Винт этот от задвижки чугунной, такие старые, газовые, водяные. Тут очень хорошая резьба, как она правильно, п-образная. Латунная или бронзовая гайка, и на нее наворачивалась что-то типа контргайки, вот такое, она чугунная. В ней я приварил две пластины, толщина по-моему 2,5, с отверстиями 10 миллиметров. К чугуну приваривал обычную сталь электродами по нержавейке, это самое оптимальное решение. Все замечательно держится, гайка эта накручивается на вот эту бронзовую гайку, кстати она имеет левую резьбу. Единственное, этот механизм поднимает диск только строго, когда диск установлен под прямым углом, то есть 90 градусов. Если мы меняем угол, то соответственно вот эту шпильку надо высовывать и уже подъем и наклон пилы осуществлять, так сказать, вручную. Это конечно можно доработать, то есть сделать что-то по принципу кардана, то есть двумя крестовинами, чтобы оси пилы и крепления вот этого винта могли смещаться на определенное расстояние. Может быть в дальнейшем рассмотрю этот вариант, но так как процентов 95 всей работы на циркулярном станке выполняется с диском выставленным под 90 градусов, поэтому меня пока такой вариант устраивает. Так напомню, каркас станка у меня состоит из профтрубы. Вварил еще одну такую профтрубу размером 30 на 30. В кожухе пиле есть два отверстия, это для стационарного крепления ее перевернутом виде. Напротив кожуха приварил вот такую самодельную втулку. Сделана она из дюймовой трубы, но чтобы винт свободно в ней двигался, вращался точнее, я ее разрезал, то есть она по диаметру немножко была меньше, разрезал и вварил вот такую вставочку. Также приварил две пластины с отверстиями и она свободно вращается. Винт вставляется в эту втулку. На винт тут кстати тоже есть ограничитель, вот такой. Болт или шпилька десятка просовывается через пластины в отверстие кожуха. Ну а сюда все очень просто. Здесь винту просверлил не сквозное отверстие, изготовил вот такую рукоятку. Это та же самая труба дюймовая. Приварена круглая пластина с отверстиями, из фанеры вырезал такой диск. Ну и прикрутил ручку. Сюда вварил гайку М6 и болтик. То есть она одевается, болт совмещаем с этим отверстием, закручиваем. В принципе все вот так она и выглядит. Шарнир этот нужен для того, потому что при подъеме угол винта меняется. Сейчас я это покажу. Видите, что поднимая пилу он также немножко выпрямляется. Ну и вот так все это выглядит наверху. Механизм меня этот полностью устраивает на данный момент. Конечно в дальнейшем можно его модернизировать, как я уже говорил. С вами был Сергей и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok